Всем привет! Это Таня Матань на канале Эх Детство. Сегодня я буду рассказывать про счёт на руках. Насколько это важно для ребёнка. Эх Детство! Раз, два, три, четыре, пять. Будем вместе мы считать, будем мы учиться. Конечно, сначала мама начнёт учить ребёнка считать на пальцах. Ведь пальцы всегда под рукой. Но кто-то начинает учить не на пальцах. Кому-то роднее любые счётные материалы, которые они используют. И в том числе счётные палочки. Так что же эффективнее? Считать на пальцах или на счётных палочках? Когда ребёнок начинает складывать, один плюс один, два плюс два простые примеры. И при работе с счётными палочками или любым другим подобным материалом некоторые даже запрещают пересчитывать на руках. И ребёнок это делает как будто бы втихаря. Так вот, я сегодня буду выступать в защиту наших рук. И в особенности счёта на пальцах. Вы на меня смотрите сейчас из камеры. И я вам показываю свои пальцы. Вот вам кажется, я правильно сейчас показала пальцы для того, чтобы научить считать? Или нужно показать вот так? Как правильно? Начнём с сороки-воровки. Сорока-воровка. Кашку варила, детишек кормила. Этому дала, этому дала, этому дала, этому дала. А этому не дала. Это знаменитая считалочка. Каждый знает её. И это первая подготовка к счёту. Потому что для нас, чтобы считать, удобнее загибать. Именно пересчёт через загибание. Раз, два, три, четыре, пять. Это естественная для нас с вами форма. Но не для всех это удобно. Есть знаменитый момент в фильме «Бесславные ублюдки». Ублюдки, где говорили, что он не немец, потому что он неправильно показал три. Вот так он показал, а немцы показывают вот так. Задумайтесь над этим фактом. А как вам удобно показывать цифру три? Как вы считаете, так вам и удобно. Потому что если вы считаете раз сжиманием. Раз, два, три, четыре, пять. То естественно, что вы раз, два, три и показываете таким образом цифру три. Но славяне пересчёт делают с сжиманием. Раз, два, три, четыре, пять. И зажался кулачок, и получилась пятёрочка. Вот она наша сорока-лоровка. И когда мы начинаем считать и обучать ребёнка, мы тоже используем пересчёт и используем пальцы. То есть берут, обводят ладошки ребёнка. Ладошки берутся вот таким образом. Прикладываются. Потом обводятся и приклеиваются. Я тоже проводила такую игру и не сразу поняла, в чём проблема, пока не начала играть. И я эту подсказочку делаю вам. Дело в том, что когда вы показываете, демонстрируете, вы соединяете большие пальцы. Видите, считать автоматически не задумываясь. Раз, два, три, четыре, пять. Ой, а я начала с правой руки. И это происходит автоматически, не задумываясь, потому что правая рука – начало счёта. Раз, два, три, четыре, пять. Как же я пойду, если мне хочется дальше пойти? То есть мне хочется счёт-то дальше пройти. А у меня такое ощущение, что я счёт прерываю. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Всё, вот я посчитала до десяти, я делаю сложение. Но когда я демонстрирую, то такое ощущение, что я как будто сама себя путаю. И мозг ребёнка тоже запутывается, когда вы делаете. Потому что демонстрация вот так – это не способ обучения до десяти. Дело в том, что способ обучения ещё-то на руках – это когда руки развернуты к себе. И ребёнок, например, будет складывать там два плюс три, получилось пять. Он смотрит на эти ладони. Поэтому если вы обвели свои пальчики и хотите учить ребёнка, вам их нужно развернуть. Как будто бы ребёнок смотрит на них. Мизинчики должны быть вместе. И показывая ребёнку, кладёте рядом с ним его же ладошки, загибаете на этом получившемся в вашем тренажёре пальчики и загибаете пальчики рук. И он видит перед собой тренажёр, и у него точно так же расположены руки. И вы начинаете считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вы идёте по порядку, вы можете пойти в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Мизинчики – это шестёрки. Мизинчики – это шестёрки. Это вот так работает мозг, и так легче воспринимать ребёнка. Сначала это незаметно. Вот такие спотыкания мозга у ребёнка сначала незаметно. Но когда вы начинаете складывать после пяти, ещё после пяти, то очень часто дети путаются. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть. И начинаете скотовать. Семь, восемь, девять, десять. А ребёнок – шесть, восемь. Сразу перескочил через семёрку. Шесть, семь, девять. Тоже так же. И очень многие дети перескакивают. Потом, когда начинается сложение, то вот когда вот этот момент перескакивания мозга происходит, то у ребёнка и складывать после пяти не получается. И всё как-то непонятно, а в чём причина. А причина в последовательности, как вы его улучшите. Вот так выглядит счёт, когда ребёнок сидит у вас на колене, и вы показываете ему свои пальчики. Это обучение счёту. Вот я вам приведу, например, если вы считаете загибанием. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Начинаем с сложения. Сложите три плюс три. Если вы демонстрации показываете пальцы, то есть методом демонстрации, вот три плюс три. И ребёнок пересчитывает заново всегда пальцы. Раз, два, три. Раз, два, три. И каждый раз он это делает. Он не складывает пальчики. Если вы считаете методом загибания, раз, два, три, у тебя было яблочко, и тебе дали ещё три. Раз, два, три. То здесь очевиден переход через пятёрочку, да, то есть вот сюда, что идёт продолжение. Дальше. Здесь сразу видно, сколько осталось. То есть через загибание пальчиков вы сразу приучаете ребёнка работать в десятке. Он сразу увидит, сколько не хватает до десяти. Это визуальное восприятие. И пальчики, мелкая моторика, то есть когда он работает со своими пальцами, он чувствует свои пальцы, и мозг работает и запоминает. Поэтому если вы показываете методом демонстрации, там сложить четыре плюс четыре, и вам кажется, что ребёнок понимает, ребёнок на самом деле начинает раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь пересчитывать. А когда идёт загибание, то у него срабатывает автоматически мозговая деятельность. Понимаете, он считает уже ментально, внутри себя. И поэтому очень часто, даже если вы выложите счётные палочки, ребёнок себе начинает пальцами как будто помогать. Он всё равно начинает ими пересчитывать. Так вот, пусть он это делает. Наш мозг начинает работать ментально, именно если мы применяем пальчики при сложении. Когда вы начинаете обучать до десяти? В пределах трёх лет. Вот где-то с трёх лет я рекомендую, да, то есть я уже делала последовательность обучения, у меня такое есть видео. И вот в этом видео я рассказывала, что с двух лет вы должны ввести понятия один, два, три, много и так далее. И дойти до пяти, к трём годам. А после трёх уже идти до десяти и пытаться больше, меньше делать и подобные понятия. Так вот, как вы учите ребёнка? Не являйтесь демонстратором. То есть не сажайте ребёнка напротив себя и начинайте там что-то демонстрировать. Посадите ребёнка на колени и демонстрируйте ему свои руки и его руки, чтобы они были так же, как он видит свои руки. Ребёнок не может зеркально переворачивать. Вот для взрослого абсолютно всё равно. Вот так вот вы ладошки раскрыли и начинаете считать. И мозг взрослого уже не запутается, потому что он может отзеркаливать, он может переворачивать. Для него это уже построенные связи. У ребёнка этого связи нет. Поэтому как ребёнок видит свои руки, так и вы должны с ним работать. Посадили трёхлеточку себе на коленочки, свои ладошечки перед ним положили и начинайте считать до десяти свои пальчики и его пальчики. Можете сделать вот эту картонную обводку, но помните, что не вот так её нужно перевернуть, а вот так, так, как видит ребёнок свои пальцы. И начинать изучать. Вы будете и название пальцев так изучать, и счёт в том числе. Руки всегда с ребёнком, поэтому всегда удобно ему будет считать. Более того, вот если вспомнить славянских купцов, то они всегда считали на руках. Есть таблица умножения на руках, то есть не только складывать, но и умножали наши предки на руках. Но это отдельно большая тема. Поэтому чем дольше ребёнок пользуется пальцами, тем хорошо. Не отучайте, если он начинает ими пользоваться, если он себе ими помогает. Не волнуйтесь, это всё правильно, это ему помогает. Руки наши помощники в развитии, руки наши помощники в счёте, в письме. Руки – это связь с мозгом, поэтому когда ребёнок себе загибает и помогает руками считать, это очень хорошо, он помогает мозгу работать. Я читала про противников. Вообще, в принципе, применение счётных палочек. Что счётные палочки, они настолько сторонние, что ребёнку иногда бывает сложно пересчитывать посторонние предметы через счётные палочки. И взять этот предмет, он отвлекается, то есть мозг анализирует, что это такое, для него это чужеродное. Пальцы свои на пальцах считать просто. Азиаты, они тоже пошли от естественного способа анализа счёта на руках. Ведь счёт Абакус, счёт на счётах с Рабан, элементальная математика, она тоже отталкивается от счёта на пальчиках. Посмотрите, раз, два, три, четыре, пять, вы согнули и получился кулачок. Вот этот кулачок – это и есть счёты Абакус. Это и есть счёты, потому что десятеричная система счётов, которую применяли у нас в Советском Союзе, в России, и счёт Абакус, они отличаются именно тем, что там считают пятёрками. А кулак – это пятёрка. И одна из косточек выделена именно кулачок, то есть пять. Я буду обязательно продолжать тему счёта. Сегодня я хотела сделать такую вам подсказочку. И, конечно же, я буду продолжать про математику и про особенности нашего мозга её воспринимать. Особенности наших детей, как они это воспринимают. И надеюсь, сейчас, посмотрев моё видео, вы не перестанете считать на пальцах, не будете ограничивать своего ребёнка. А когда будете учить считать, посадите его на коленочках и положите свои демонстративные ладошки перед ним. А не являйтесь ему демонстратором счёта. Всем пока! Это Таня Матанем на канале Эгди. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова